Прежде чем ходить двойками, тройками, делать там какие-то перебежки, надо научиться просто ходить, стоять, ложиться, лежать. Есть, скажем так, две ситуации, в которых вы можете находиться. Она может быть вот такая вот пересеченка и может быть здание. К зданию мы подойдем позже. Я смотрел множество видео, ну, как бы у нас хобби такое, мы постоянно друг другу перекидываем все эти видео. По тому, как на войне ребята перемещаются, двигаются, выбирают сектора, выбирают позиции. Это ужасно. У нас вроде бы там нет боевого опыта, но, допустим, я понимаю, что если человек выглянул условно из-за контейнера, пострелял, спрятался и тут же следующий вышел там же, ну, наверное, сейчас второго загасит. И его через 10 секунд видео попадает ему в голову пуля. Вот. Потому что у людей нет осознания секторов, нет осознания позиций, нет осознания того, что нельзя выходить. Итак, лес. В лесу 100% вас всех будет прижимать к земле, прежде всего. Есть, скажем так, три позиции человека, три уровня, которые могут находиться. Это верхний уровень, когда он стоит на двухконечностях, там, средний уровень, когда он на трех-четырехконечностях на жопе сидит, и когда он лежит, там, например. Вот. У каждого из уровней есть свои плюсы и минусы. Дальше всего видно на уровне травы, там, зависит. Ну, здесь будет лёж. Чем ты ниже находишься, тем лучше. Потому что деревья все и кусты растут вот так. Соответственно, на этом уровне, вот, ну, ты сюда посмотреть, там, к самому будет максимальное листва. Соответственно, миф достаточно большой. Легите туда, заряженный. Мир достаточно большой о том, что человек, типа, выше стоишь, дальше видишь. Это не так. Вот. Ещё есть момент такой, вот, допустим, можете прицелиться в меня. Интуитивно оцелиться вот сюда. И также, когда вы будете стоя осматривать местность куда-либо, вы будете искать человека, который стоит в полный рост. А соответственно, мой совет, никогда, любая наблюдательная позиция, даже в зданиях, если вы просто стоите, вы на верхнем уровне не должны быть. Потому что вы просто в сумерках не будете видеть человека, который ползёт. У вас интуитивно, вы выходите вот сюда. У вас глаза смотрят и ищут вертикально стоящих людей. Когда светло, это хорошо, это там, вы всё увидите. Но ползущего человека в ночи, который потихонечку ползёт, или который потихонечку на коленях, вы не увидите. Вот. Единственный главный плюс позиции верхнего уровня в том, что вы можете очень быстро перемещаться на большие расстояния. А главная уязвимость в том, что вы отличная мишень. И когда где-то будет взрыв, условно, снаряд залетает под землю немножко, и у него полетела воронка. Воронка идёт чуть выше бедра обычно. Снаряды, снаряды, да, осколки летят. Те осколки, которые ниже бедра, они остаётся в земле, скорее всего, вероятнее всего. Соответственно, если вы стоите, вас схерачат. Поэтому, конечно же, всех учат быстро падать. Ну, в армии, например, конечно же, в армии подготовка. Стрелковая, падать от вспышки, кидать гранату. Ну, и это уже, пожалуй, уже более высокий уровень, там, уже на взводных. Не учат правильно упасть, не учат правильно лечь, не учат правильно ходить, стоять там и так далее. Итак, берём верхний уровень. Возьмём условие, что мы все офигенно подготовились, что мы все крутые пацаны, у которых есть 40 тысяч на плиты, и у нас у всех есть плитники, соответственно, или армия нам дала бронежилет. Все прицельтесь в меня. Вот. Давай. Вот, допустим, человек, который занимается уже долгое время, я в него начинаю стрелять, у него есть плитник. Он убит, у него перебита кость и артерия, у него перебита артерия. Так стоять только можно строкболи. Представляете, представьте всем. Мы сегодня будем очень много целиться, у вас плечи отмахаются. Так же, я стреляю в тебя, я тебе пробил артерию, пробил кость. Ты молодец. Ты так очень устанешь стоять. Нет, ты целься за целься за целься, ты очень сильно устанешь. Ты, вот, представьте, у тебя отдача пошла. Ты, я тебе пробил кость, артерию, артерию и кость одним из стрелок. А еще вас прицелься в меня. У тебя плитник, я тебе стреляю. Ты убит. То же самое, если у вас плитник есть. у вас плита к человеку должна быть противник при условии если у вас есть плита перед вами естественно надо ей пользоваться и если вы куда-то целитесь то наверное там будет против прицелитесь все так интересно естественно вас скорее всего будут стрелять если у вас есть плита естественно вы должны повернуться плитой к противнику потому что если она вы боком зачем она нужна почему не берут например ребята плиты в бронежилеты когда идут выход в лес потому что сюда в них скорее всего стрелять не будут у них будут осколки с всех сторон они будут лежать и когда я допустим лежу вот вот у меня плита вот на земле и на спине она мне от осколков вообще никак не поможет я умру сто процентов с этой плитой но я с ней еще и уставшим умру соответственно не нужна эта плита прицельте все 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 так интересно вот поэтому плиты не берут в леса из-за того что у вас осколки не попадут но если вы в полный рост кого-то стреляете вы должны стать вот вот так локти должны быть прижаты потому что чем у вас чем вы шире вот я допустим большой толстый меня попасть вообще легко а например вот вот дрыщуга наши локи в него попасть много сложнее просто он тупо уже него сложнее попасть не голова опускается к автомату а автомат подымается голове подъема плеч не вот это а а вот я обжался я стою приклад нужен не только для отдачи на каких-нибудь все прицелите чего мы всем устанем приклад нужен не только для отдачи во многом он нужен для удобства удержания оружия обязательно колени к противнику обе колени смотрят на противника у вас или артерия или кость или мышца но они все сразу вот это очень важно прицелить прицелить что-то локоть прижми когда вы принимаете смотрите вот меня тяжелый привод я слабый это я толстый и слабый я его прижимаю к себе вот я упираюсь этим локтем вот сюда было бы у меня еще вот там вот коме у него там еще плита есть вам может локоть на плиту поставить